По поводу того, что нельзя высказаться, у меня есть отличный пример. Вот, я на советских производствах работал, и, будучи советским человеком, я не мог пойти на Красную площадь и заорать, что Брежнев дурак. Но... Сейчас. Сейчас можно. Да, я, что характерно, дураком его не считал. Тогда дураком не считаю, и теперь подобные выкрики считаю глупостью. Но у себя на производстве, на советском, в беседах с мастером в цеху, в беседах с начальником цеха, я мог говорить вот абсолютно все, что хочу. Не то, что я там куражился, оскорблял кого-то. Нет, я вижу на производстве недостатки и совершенно спокойно про них говорю. Вот это неправильно, вот это неправильно, вот это неправильно. Я гегемон, я рабочий класс. Это страна рабочих и крестьян, и ко мне все относились с глубочайшим уважением. Это право было постулировано. Да, никакой чуши я не нес. Я был изобретатель и рационализатор, я был передовик, ударник коммунистического, не будучи коммунистом, был ударником коммунистического труда, я на работу ходил деньги зарабатывать, как и сейчас, собственно говоря. Для того, чтобы их зарабатывать, создайте мне условия, я буду вот это впахивать, потому что деньги мне нужны. Но давайте как-то, если вы этого не видите, я про это скажу, этого не видите, я про это скажу. И вот наступила демократия и свобода. Да, теперь можешь идти на Красную площадь и некоторое время орать оскорбление в адрес руководства государства. Ну, пока тебя там это в чувство не приведут. А вот иди к себе на производство. И попробуй хозяину, капиталисту скажи, хоть что-то скажи. Ты еще договорить не успеешь, уже за воротами окажешься. А теперь давайте оценивать. Свобода это вот это или вот это? Я хотел пожаловаться, что даже не только хозяину, капиталисту, но как только, допустим, у нашего французского президента появляется критика со стороны «Раша Туда» и «Спутника» или еще что-то. Давайте закроем. То есть, что это грязная пропаганда, которую ни в коем случае нельзя допускать. То есть, аргументация меняется, а результат тот же. Ну, это же прекрасно. То есть, вот до тех пор, пока они беспрепятственно вещали на Советский Союз и Россию организации, организованные Государственным департаментом США, «Голос Америки», «Радио Свобода», «Свободная Европа», «Свобода». Они счастливые организации, они на деньги ТРУ. Они почему-то никуда не делись. И под руководством все тех же самых оперативников они по-прежнему вещают. А как только в обратную сторону было организовано то же самое, Советский Союз глупо поступал. Он что-то там глушил, давайте не будем это слушать. Нельзя это не слушать. Люди слушают, а ты это не объясняешь. А когда ты не объясняешь и молчишь про ряд явлений, внезапно объявляется Александр Исаевич Солженицын, написавший там кучу сказок, как про вампиров, архипелаг, гулаг. И все безоговорочно в это верят. А почему? А потому что вы ничего не говорили, вы ничего не объясняли, вы не показывали никакие документы. Вы мне расскажите, покажите исторические примеры. Вот революция. Она не только у нас была. Французская, например, классический образец. Вот революция случилась. После нее в обязательном порядке начнется гражданская война, в ходе которой население будет резать друг друга с таким ожесточением, что вам и не снилось, когда вы эту революцию делали. А когда гражданская война закончится, всех недовольных придется передушить. Иначе страна жить не может. Вас надо передушить и заставить замолчать, потому что победил новый строй буржуазный, который пришел на смену монархии, в рамках которого мы будем дальше жить. А вы, кто за короля, либо вас убьют, либо вы заткнетесь. Ужасно это, да? Человеческая история – это вообще непрежимная цепь преступления, если смотреть с точки зрения Уголовного кодекса. Ну, так если вы нам про это не говорите, то вам про это скажут другие, что вы людоеды, все до одного. Во главе вашей страны стоял людоед, власть ваша людоедская. А дальше начинают выплывать совершенно интересные вещи. Если во главе вашего государства стоял преступник, каковым объявляют небезызвестного товарища Сталина, значит, у вас преступное государство. А значит, например, результаты Второй мировой войны достигнуты преступным путем и, соответственно, должны быть пересмотрены. А это значит пересмотр территориальных границ Российской Федерации. Давайте мы вот это от вас отрежем, вот это вам не принадлежит. И, кстати, еще вы вот тут вот убивали борцов с коммунизмом, вашим преступным. На Украине бандеровцев, в Литве лесных братьев, Средней Азии, Басмащей, от вас люди настрадались, вы их убивали, бессудно там и по-всякому. А значит, вы должны платить репарации, вы должны заплатить этим людям, потому что только деньги. Сами вы покаетесь, а им заплатите деньги. Денег у вас нет, у вас ресурсы есть. Поскольку вы их разворовываете, деньги, которые получаете с продажи ресурсов, их надо взять под внешнее управление, потому что вы не способны к самоорганизации. Еще Адольф Гитлер это говорил, вы унтерменш. И не должны распоряжаться такими ресурсами. Итого, страна ваша должна сократиться в размерах, разлететься на удельные княжества, деньги у вас должны быть изъяты, ресурсы взяты под контроль, а вы должны в церквях стоять на коленях и каяться. Сидеть на елке и грызть шишку. Да, вам это интересно? Лично мне нет. Нельзя вас вообще на пушечный выстрел, никакой пропаганде подпускать, потому что вы откровенные враги. Такого быть не должно. Должно быть организовано информационное противодействие. Ну а как только это информационное противодействие в минимальных каких-то размерах организуется, как Russia Today, все, давайте запретим. То есть когда кровавые совки глушили голос Америки, это отвратительно, и преступление против свободы и демократии, а вот это мы просто по закону закроем, и все будет хорошо. Не надо на них смотреть вообще, не надо на них ориентироваться.